День добрый, дорогие друзья! По хорошей традиции не в ровно в 13.00, а в 12.59 мы начинаем очередной вебинар от портала Приан. Замечательные страны Юго-Восточной Азии, прекрасные страны Ближнего Востока, Африка, Латинская Америка. Все это, конечно, замечательные и многие из этих стран и направлений становятся нам интересными. Но, как ни крути, для русскоязычной аудитории, для россиян, для украинцев, для белорусов Европа и европейские страны это по-прежнему очень-очень четкий магнит. Не для всех, но, во всяком случае, для очень многих. Иммиграционные программы, возможности для переезда или получения какого-либо иммиграционного статуса в Старом Свете будут сегодня в центре нашего внимания. И обсуждать возможности мы будем с замечательными экспертами компании «Интермарк Глобал». Это директор департамента международных проектов «Интермарк Глобал» Ольга Катрич. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И я с удовольствием представляю Елену Минхасик, руководителя направления стран Евросоюза «Интермарк Глобал». Всем добрый день, рада приветствовать вас. Давайте сразу в чате мы опубликуем контакты компании, тем самым убедимся, что наш чат работает, и вы можете задавать в нем свои вопросы. Работу нашу мы построим так. Говорить о программах, как мы выяснили, можно нам бесконечно, там могут быть многочасовые консультации, а у нас времени около часа. Поэтому мы изначально поговорим о четырех именно инвестиционных программах от тех возможностей, которые они открывают. Это программы Венгрии, Португалии, Испании и Греции. И затем, сколько время позволит, коснемся еще немножко, мне коллеги пообещали, рассказать о тех альтернативных возможностях, которые уже не связаны с этими четырьмя программами и с инвестициями. Ольга и Лена, давайте, ну Ольга, с вас тогда начну. Все-таки первый вопрос о том месте, которое европейские страны занимают вообще в палитре вашей деятельности сейчас. Несколько слов у вас и о программах в общем европейских. Ну, я думаю, что большинство наших слушателей знакомы с нашей компанией, но для тех, кто не знаком, я бы сказала несколько слов о том, кто мы такие, да, и что мы представляем из себя на рынке. Наша компания Intermar Global была основана в 1993 году, то есть мы на рынке уже более 30 лет. Изначально наш хед-офис находился в Москве, и в течение 15 последних лет мы работали под брендом компании Savils. Savils – это английская компания, которая занимается подбором и продажей недвижимости по всему миру, но в течение последних двух лет компания Savils – это английская компания, она по понятным причинам отозвала из России свой бренд, и мы начали свою собственную международную экспансию. И за последние два года мы открыли много офисов за рубежом. Прежде всего, это наш офис в Дубае, это наш флагманский офис, я теперь работаю здесь. Мы также открыли офис в Стамбуле, у нас есть офис в Таиланде, там мы занимаемся работой с недвижимостью Таиланда. И также сейчас открываем направление по инвестиционным программам для тех, кто в Таиланде живет и хочет получить какой-либо иной миграционный статус. У нас есть также офис на острове Бали в Индонезии, у нас есть собственный офис, который уже существует очень много лет в Великобритании, в Лондоне. Мы выходим на рынок Китая, и также у нас есть исторический офис на Киеве. И во всех этих офисах наши клиенты могут получить весь спектр услуг, которые предоставляет наша компания. Это как инвестиции в недвижимость, различные миграционные программы, покупка недвижимости Lifestyle. И у нас даже есть подразделение в компании, которое занимается организацией физических переездов наших клиентов и их семей из одной страны в другую страну. Окей, ну давайте тогда еще пару слов буквально от того, что я начал. Европа. Как вы сейчас видите интерес к Европе, к каким странам и в связи с чем? Европа, как вы уже заметили, все равно остается достаточно привлекательным приравнением для россиян, да, несмотря на различные санкционные ограничения. Все равно у нас есть пул клиентов, которых мы называем Европа-центрированные, да, это люди, которые близка европейской культуры, которые уже в течение многих лет имеют опыт из жизни там, и путешествия по Европе, у многих там недвижимость, уже семьи, дети. То есть это люди, которых европейская культура, европейские страны привлекают независимо от того, да, какие складываются взаимоотношения, да, на политическом уровне. И если выделять страны из европейского сообщества, то это, конечно, наибольший интерес до сих пор вызывает Испания, Греция, Португалия. То есть это все эти страны, которые дают визы не только рабочие, не только цифровых кочевников, но и так называемые золотые визы, которые до сих пор в этих во всех странах доступны для россиян. В 2024 году Венгрия заявила о начале программы получения золотых виз, но с этой программы есть определенные задержки по ее введению в реальные продажи на рынок. Вот, но я думаю, что Лена, которая является как раз специалистом нашей компании, занимающейся европейскими золотыми визами, расскажет про Венгрию более подробно и в чем там возникли сложности. Хорошо, давайте тогда, собственно, с Венгрии и начнем. Переходим, собственно, от дипломатии к практике. Кто не успел присоединиться, присоединиться к нам в ближайшее время. Если есть какие-то вопросы по каким-то программам, к нашим экспертам задавайте, пожалуйста, традиционный ответ на вопрос. Да, запись вебинара будет выложена на нашем канале буквально через течение дня, суток после завершения работы. Итак, Елена, все-таки что в Венгрии? Что там происходит? Работает, не работает? Потому что, ну, в общем, скажем так, реклама идет, то есть как бы о программе говорят. Что есть, чего нет? Пожалуйста. Спасибо. Ну, напомню, что начало программы было объявлено, это с 1 июля 2024 года, и она подразумевала под собой и подразумевает под собой инвестиции, одобренные правительством венгерские фонды на сумму 250 тысяч евро. И мы планировали, что программа заработает с 1 июля, но сейчас на дворе октябрь, и, по сути, мы в эти венгерские фонды, одобренные, инвестировать не можем. Почему? Потому что не получено у венгерского фонда, а он сейчас на данный момент возможный для инвестирования, только один, у него не получена третья заключительная лицензия, которая как раз-таки подразумевает под собой одобрение для получения ВНЖ в Венгрии при инвестициях в этот фонд. Напомню, что фонд это будет один, сейчас на данный момент это фонд Гранитбанка, фонд Баланс, и информация по фонду периодически меняется по входу в фонд и по его условиям. На данный момент условия фонда подразумевают это Subscription Fee порядка 10%, и порядка 4%, прошу прощения, и это плата за вход в фонд, и Management Fee ежегодный 2%. Доходность они позиционируют порядка где-то около 2%, она не будет фиксированная, она будет фактическая, поэтому она может быть и меньше, может быть больше, но это вряд ли. Это то, что по условиям фонда. Но пока не получена третья лицензия, фонд не может принимать инвестиции, то есть мы можем собирать пакет документов на подачу на визу D, который подразумевает именно в процессе первый этап в стране получения, в стране проживания гражданина, неважно, какой страны, если мы говорим про граждан России, то это можно получить в визу D в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, в Екатеринбурге. И при этом, получив визу D, мы, по идее, должны с ней влететь в Будапешт и инвестировать, то есть мы можем заниматься инвестициями, но прилететь в Будапешт нам необходимо будет для подачи непосредственно на карты резиденции. И вот, соответственно, после получения визу D мы должны проинвестировать в фонд, но фонд не может принять наши инвестиции для получения венжа, потому что у него нет третьей лицензии. Поэтому мы ее ожидаем. Прогнозы до конца года, а может быть и начала года. Мы ждем уже с июля месяца, то есть примерно прогнозы были через неделю, через неделю, через неделю. Сейчас они вот откладываются пока что. Пока так. Несколько уточняющих вопросов. Правильно ли я понимаю, что венгерская программа сейчас ни для кого не работает? Это не вопрос какой-то национальный принадлежа. Да. Ограничений по национальному признаку их нет. И я думаю, что их не будет. Нигде этого законодательства прописано не было. Мы все знаем, что мы живем во время перемен, и все может быть. Но на данный момент нет ограничений. Следующий момент. Если я правильно понимаю, там есть три возможности, о которых говорили изначально. Первая история – это инвестиции в фонды. Интересная штука, потому что это самая бюджетная. 250 тысяч. Вот та проблема с фондами – это проблема внутри венгерская, по вашим ощущениям, или это какое-то, условно, давайте скажем так, давление извне, потому что, ну, известно, что там, скажем, власти Евросоюза вообще не в восторге от всех программ «Золотая виза». На данный момент мы видим, что это внутренняя проблема, что они скорее не оказались готовыми к этому ко всему, да, то есть анонсировали они в начале года в старте программы, говорили о ней в конце прошлого года, но просто не оказались готовыми. Но о том, что вы сказали, что, возможно, давление, мы не исключаем это никак, да, и, конечно, политическая ситуация, она влияет, но это пока официально никто не подтвердит. Еще такой момент. Вот, возможно, вопрос прозвучает наивно, но я предполагаю, что, возможно, у кого-то они тоже возникают. Вот все-таки это будет один фонд или их будет много? Вот как это в итоге, что выяснилось? Потому что, как я понял, изначально говорили, что там будет несколько фондов. Совершенно верно, там будет несколько фондов. Да, изначально? Да, можно ли? Да, можно ли это? Давайте будем выстраивать. Вообще фондов будет несколько, да, просто сам процесс прохождения вот этой именно юридической процедуры, да, он оказался достаточно долгим. И был же изначально заявлен список фондов, которые подались для получения этих лицензий, но в итоге, как Елена сказала, только один из этих фондов дошел до финальной стадии получения лицензий, и вот так в ней и находится. На какой стадии находятся другие фонды, если честно, рынок не знает. Я недавно была на конференции в Абудабе, где были, безусловно, не только россияне, да, это абсолютно было международное мероприятие. И там был представитель одной из иммиграционных компаний в Венгрии, и он предоставил информацию о том, что действительно несколько фондов работают над тем, чтобы получить эту лицензию. Будет фонд, который будет, допустим, только рассчитан на американских инвесторов, да, потому что для американцев тоже есть некие ограничения для покупки иностранных ценных бумаг. Да, и несколько фондов работает над этим, но кто дойдет до успешного финала никогда, это за кадром пока. Понятно. Тогда еще один вопрос, связанный уже все-таки с историей про недвижимость, да. В начале, по-моему, в мае, да, или в июне венгры заявили, что, ребят, история с недвижимостью, да, тоже будет. Инвестиции в недвижимость возможны, но не сейчас, а с 1 января. Какие здесь, что вообще здесь сейчас происходит? И если все-таки покупатель рассматривает вот именно такую возможность, а именно инвестиции в недвижимость, что ему нужно делать, какие действия? Ольга, Елена, как кому? Елена, наверное, вас спрошу, да? Давайте я отвечу. Официально старт программы именно за инвестиции в недвижимость, сумма эта будет 500 тысяч евро минимальная, планируется 1 января 2025 года. Честно скажу, что, возможно, и этот старт немного отложится, надо быть и к этому готовым. Программа, и за счет каких-то документальных, не готовых регламентов, мы, может быть, тоже будем позже иметь возможность получать ВНЖ по этой программе. Поэтому к этому надо быть готовыми, но планируется 1 января 2025 года. Уточняющий вопрос от нашего зрителя, а вот про фонды. Как известно ли что-то, связанное с возможностями забрать деньги? Ну, пока фонды еще не начали работать, но, по крайней мере, в теории, как это сейчас выглядит, как происходит процесс именно внес деньги, забрал деньги? Да, по условиям программы вы можете выйти с фонда уже через 5 лет. Но ВНЖ у вас останется на 10 лет, то есть он будет продолжать действовать. Соответственно, когда вы захотите через 10 лет продлить ВНЖ, вам нужно будет заново проинвестировать, но либо ваш ВНЖ просто не продлят. Если вы хотите продлевать, то вам нужно сохранять инвестиции фонда. Через 5 лет официально можно выйти. Будет ли плата за выход? Пока это неизвестно. Еще час, могу ли я вернуть все свои инвестиции? По идее, да, вы должны и вернуть их, и оказаться в плюсе, но так как программа новая, вообще, да, в целом фонды венгерские, они показывают себя с неплохой точки зрения и по показателям. Но как это будет работать на деле, мы сможем увидеть только уже фактически. Но мы планируем, что да, можно будет вернуть, но нужно быть готовым к неким рискам, безусловно. И еще один момент. Я вот из разных источников, к сожалению, венгерским не владею, но в англоязычных источниках я увидел две формулировки. Одна называется фонды, другая называется фонды недвижимости. Это фонды, связанные с недвижимостью или эти фонды могут быть связаны вообще с чем угодно? Нет, по правилам фонды, которые должны инвестировать 40% от инвестиций в недвижимость. То есть, как правило, эти фонды, они инвестируют в коммерческую недвижимость, в большие торговые центры, да, большие коммерческие площадки. Вот основное инвест в них пойдет именно на недвижимость. Это основные правила фонда и по участию в программе. Уточняющий вопрос от нашей зрительницы. Напомните про возможность сдавать недвижимость в аренду. Можно или нельзя? Да, возможно. Теория там, да. Да, пока таких ограничений нет, но вы же понимаете, что могут внести какие-то изменения в программу, но сейчас этих ограничений нет. Окей. Ну и тогда давайте уже закругляться с венгерской программой. Все-таки финальный вопрос. Предположим, человек не хочет ждать ничего другого. Венгерская программа по тем или иным причинам ему мила или Венгрия мила. В нынешних политических условиях представить такое, в общем, не так уж и трудно. Что ему нужно сделать сейчас, что он может сделать, как он может подготовиться и в случае инвестиций в фонды, и в случае инвестиций в недвижимость? Что мы можем делать сейчас и предлагаем сделать сейчас, это собрать пакет документов. Он достаточно несложный. Из основных нужно показать обязательно источник вашего происхождения средств. Это для всех, я думаю, не новость. Показать, что у вас имеется на счету. Можно даже в российском банке на счету. Сумма необходимая для инвестирования – это 250 тысяч, но мы все-таки рекомендуем показать больше, хотя бы 270-280. И собрать основной пакет документов, сделать переводы и подать уже в консульство на визу D. Визу D, по идее, по срокам рассмотрения должны рассматривать 21 день. Выходит визу D, и у нас есть полгода она будет действовать как раз для совершения инвестиций и для поездки в Будапешт для получения непосредственно ВНЖ. Поэтому мы сейчас можем начинать процесс, мы можем получать визу D и дальше уже ожидать непосредственно старта программы и уже работы фонда. Это сейчас можно делать, но, да, это вы должны понимать, что в сроках обозначенных работы фонда сейчас нет, и мы просто будем с вами ожидать. Но зато вы уже будете готовы с визой D в первую очередь инвестировать в фонд и получать быстро ВНЖ. Процесс будет достаточно быстрый, мы рассчитываем на это. Окей. Ну и тогда все-таки еще один вопрос, Ольга, наверное, уже к вам. Все-таки это ваше ощущение, вот с учетом всех непонятностей, а в иммиграционной сфере непонятностей люди не очень любят. Насколько вы лично, вы как специалист, как человек, который работает на этом рынке давно, верите в программу Венгрии? Насколько вы все-таки это серьезно? Потому что пока, знаете, как-то не по-европейски как-то получается. Ну, вы знаете, по-европейски, не по-европейски. Да, Европу тоже сложно назвать, особенно после тех задержек, которые были по получению ВНЖ в Португалии. Да, Европу тоже трудно назвать, да, какой-то бюрократической меккой, да, так скажем. Вот. То есть, понимаете, когда программа заявлена на государственном уровне, оснований как-то верить, не верить, да, наверное, все-таки нет. И мы верим, что эта программа начнет свою работу. Вот. На самом деле, вот верит весь рынок. Здесь, в Дубае, да, многие компании тоже имеют у себя эту программу как продукт в таком пендинг, да, в состоянии ожидания. Вот. Поэтому мы верим, что она, возможно, начнет свою работу, но, возможно, придется еще какое-то время подождать. И для тех, кто не хочет ждать, да, и мы активно предлагаем какие-то другие варианты, да, все-таки в других странах, которые до сих пор доступны, а главное, которые уже откатаны и по которым уже пройдены все этапы неоднократно. Вот. Поэтому мы все-таки нашим клиентам, кто готов, допустим, еще, да, немножко увеличить сумму инвестиций, да, и не готов ждать столь долго и столь неопределенно, вот, мы все-таки предлагаем принимать участие в наших других программах. Окей, ну давайте тогда переходить к другим программам. Напоминаю, мы беседуем с экспертами компании Intermark Global, Ольга Катвич и Леона Пенхасик. Говорим о Греции, да, у нас Греция в следующий раз в плане. Тут с одной стороны что-то понятно, с другой стороны тоже до конца не все понятно. Дело все в том, что золотая виза Греции есть. Греки, в отличие от очень многих стран, они даже, по сути, ничего не убрали с точки зрения глобальных опций, да, то есть была недвижимость, осталась недвижимость и так далее. Давайте такие базовые моменты, которые нужно сейчас понимать про Грецию. Елена, тогда тоже, наверное, вам слово передаю. Да, ну, во-первых, про Грецию важный момент. Нужно сказать, что в отличие от других европейских золотых виз, Греция закрыла вход для граждан России и Беларуси. Это важный момент, поэтому сразу с чего мы начинаем, это уточняем, есть ли второе альтернативное гражданство, есть ли вы гражданин РФ или РБ. Если нет, значит, мы предлагаем путь через получение второго паспорта, а сейчас у нас это варианты Вануату, достаточно быстрый, да, за три месяца мы можем спокойно получить. Турция, давайте здесь ориентироваться, 6-8 месяцев. Египет. Египет у нас, Ольга, скажите мне, у нас по срокам, ну, где-то тоже порядка 6 месяцев занимает процесс. Порядка 6 месяцев. Возможно, у кого-то есть другие варианты, да, получения по репатриации паспорта, также мы через партнеров можем предложить паспорт в Геркизе, да, это сейчас достаточно популярная опция, мы, к сожалению, это не делаем, но у нас есть партнеры. Поэтому варианты под ключ с получением второго паспорта у нас есть. С этого и начинаем. Далее уже мы двигаемся в сторону получения ВНЖ Греции. Греция, она была на протяжении многих лет популярной, она, кстати, сейчас, мне кажется, еще стала популярной, несмотря на ограничения. И, естественно, перед изменениями в программе, которые случились, уже вошли в силу 1 сентября этого года, конечно, был большой ажиотаж, потому что изменились сильные условия. Давайте я напомню, как они изменились и в какую сторону. Значит, у нас раньше были условия 250, 400 и 800 тысяч. Это были регионы, различные регионы Греции. Давайте я сразу скажу, что изменилось. Значит, для большинства регионов Греции осталась сумма порогов входа уже не 250, а 400 тысяч евро. Для регионов Атики, это основные регионы Афин и пригородов Афин, то есть это популярнейшие регионы. Потом идут Салоники, острова Миконос и Санторини и острова с населением более 3100 жителей. То есть это основные тоже популярные острова, такие как Корфу, Крит, которые у нас у всех на слуху. Здесь уже порог входа, раньше это был 400, теперь он стал 800 тысяч. И что немаловажно отметить, что сейчас мы можем купить недвижимость, она должна соответствовать именно жилой площадью не менее 120 квадратных метров. То есть раньше мы покупали 30 квадратных метров и 50, и 70, сейчас это 120 квадратных метров. Я думаю, что раньше не так популярна это была площадь для покупки апартаментов. Сейчас, я думаю, просто будут новые застройки и будут новые проекты именно под эту программу. Но очень важно отметить, что у нас осталось. Самый, конечно, популярный был порог входа, это 250 тысяч евро, и он сейчас у нас остался. Все как мы любим, что-то закрывается, что-то меняется, но что-то все равно хорошее остается. И для 250 тысяч у нас есть возможность инвестировать в проекты, которые будут перепрофилированы из коммерческой недвижимости в жилую недвижимость. А такие проекты есть. То есть у нас есть застройщики, которые покупали коммерческие площади, да, то есть у них было назначение коммерческое, например, какие-то сдавать в аренду площади. И сейчас они перепрофилируют это в жилую, сделают именно апартаменты, как правило, для сдачи через управляющую компанию. И мы их можем покупать по порогу 250 тысяч евро и получать в NG. Очень вполне себе хорошие проекты в хороших районах. И что немаловажно, нужно отметить, что по программе сейчас мы не можем сдавать в краткосрочную аренду. И поэтому, но у нас есть возможность заключить договор с управляющей компанией, и управляющая компания вам будет платить гарантированный доход. Это от 3 до 5 процентов. Он будет гарантированный. Вы будете стабильно его получать, а управляющая компания сдавать в краткосрочную аренду. Либо вы можете долгосрочную аренду, это не запрещено программой, долгосрочную аренду можете сдавать в свою недвижимость. В продолжение тогда этого, мы про объекты обязательно еще посмотрим, тем более я знаю, что в презентации у вас несколько примеров таких объектов есть. Что хочу уточнить. Поскольку для того, чтобы получить в NG Греции золотая виза, основной заявитель должен иметь какой-то еще паспорт. Означает ли это, что он всю процедуру заявки делает, ну как минимум не в России и даже не в Греции, а вот в какой-то той стране, где у него паспорт есть. И это не совсем так. Вот, условно говоря, хорошо, у меня есть паспорт в Ануату, а процесс-то я, собственно, где веду весь? Ехать в Ануату не хочу. Давайте сразу скажу. Из плюсов Греции, значит, не нужно подтверждение происхождения денежных средств, да, то есть как во всех других программах европейских. Здесь мы не показываем. Оплата застройщику, да, идет не из банка РФ и не РБ, да, то есть любой иностранный банк. Мы часто пользуемся Казахстаном, турецкие банки, да, там бывают иногда затыки, но проходят деньги. Вот, поэтому оплата идет напрямую, что из плюсов. И процесс очень быстрый. Мы делаем это практически там за два месяца получаем в АНЖ. И что немаловажно, мы делаем это удаленно. Неважно, какое у вас гражданство, пусть это будет гражданство в Ануату, мы все делаем удаленно. Проводим сделку удаленно по доверенности, делает адвокат. Подаем на ВНЖ удаленно. Вам нужно приехать только один раз на сдачу биометрии, когда вы уже получили одобрение. Один раз, полдня, и все, можете уезжать. Карточки мы получаем удаленно, достаточно быстро, и присылаем вам куда хотите. Очень важный момент хочу сказать, что нужно еще понимать, например, мы если подаемся в Афина, то сейчас очень из-за большого количества заявок очень долгие сроки рассмотрения. Мы же знаем, где подавать, в каком регионе подавать лучше, и за счет этого у нас достаточно короткие сроки получения в ВНЖ. Это наш, скажем так, большой плюс нашей компании. Вот, Елена, я хочу уточнить. Вы сказали два месяца. Два месяца от чего и до чего? От того момента, когда я официально купил, и до того момента, когда я получил официально ВНЖ. То есть именно оформление занимает два месяца. Да, правильный вопрос. Значит, два месяца занимает от момента уже получения собственности в регистрации, после регистрации в кадастре. Сама сделка у нас занимает достаточно быстрое время. Если вы готовы оплачивать сразу всю сумму, то есть мы готовим сначала договор резерва. Это, как правило, 10% от суммы. И можем уже через несколько дней подписать основной договор. И вы можете оплатить всю сумму. После оплаты всей суммы регистрируем право собственности в кадастре. И это где-то занимает, не знаю, до двух недель. Далее мы уже можем подаваться на ВНЖ. Важный момент хочу сказать, отметить, что сейчас из-за того, что произошли изменения в программе, и объекты, которые были раньше коммерческими, с коммерческим назначением, их нужно перевести в назначение жилое. Вот это занимает сейчас время. И не у всех объектов сейчас на данный момент есть эти так называемые лицензии, которые позволяют в статус жилых назначения. Но у нас есть как раз и представленные объекты, которые в ближайшее время, буквально неделя-две, будут получены эти лицензии. По некоторым объектам, да, мы говорим, что нужно будет подождать. Вот, давайте сейчас как раз мы к этому вернемся. Буквально еще пару уточняющих вопросов, скажу, мне просто приходят еще не в общий чат, а сюда прям на телефон, нас еще и так смотрят. Можно ли уточнить? Значит, пару моментов. Во-первых, ВНЖ выдается на сколько? На 5 лет? Или на год? Да, это одно из главных преимуществ. На 5 лет сразу выдается. Вам не нужно вообще приезжать в страну за эти 5 лет, вы можете там не находиться, это тоже важно. И через 5 лет продлеваете. Важный момент, что нужно сохранять обязательно недвижимость в собственности. Если вы ее продадите, соответственно, ваше ВНЖ будет аннулировано. Когда? Мы не можем сказать, когда они доберутся до вас и аннулируют, но, как правило, автоматически. То есть у вас наложено, так скажем, ограничение на продажу, и когда вы ее продаете, ВНЖ у вас аннулируется. Сохраняйте недвижимость, продлевайте. Окей, и еще одна цифра, Греция непосредственно в отношении не имеющая, а косвенно имеющая. Если мы говорим о Внуату, ну, окей, вот хорошо, все равно же люди сумму оценивают. Более-менее понятная история по цене недвижимости, которую нужно купить, там вот 250, либо 400, либо 800. Паспорт Внуату на главного заявителя, это какая сумма? Ну так, грубо. 150? Да, грубо это в районе 150 тысяч долларов, вот, но основное преимущество то, что паспорт Внуату делается очень быстро. У нас одобрение выходит за полтора-два месяца с момента предоставления клиентами всего пакета документов. И мы на паспорт Внуату на самом деле оформляем не только ВНЖ Грецию. Понимаете, для многих паспорт Внуату это как такое что-то вообще непонятное, какой-то там непонятный паспорт. На самом деле это абсолютно понятный паспорт, и то, что у него нет безвизового въезда в Шенген, совершенно не делает его каким-то не таким паспортом. Это полноценный паспорт полноценного государства. Мы оформляем большое количество европейских видов на жительство, причем разных, на паспорта Внуату, и при этом первоначальности людей совершенно разные. Это может быть Нигерия, это может быть Россия, это может быть страны ближнего Востока, Пакистан, вообще это абсолютно не имеет значения. Поэтому это рабочая схема сейчас. И еще один последний вопрос небольшой про Внуату, не совсем тема, хотя к Греции имеет непосредственное отношение. Когда в августе, по-моему, зашла речь о том, что нужно приезжать в Внуату, по крайней мере, планы были такие для того, чтобы получить паспорт. Сейчас вроде как сдали задний ход, то есть ты можешь это сделать, не выезжая из страны своих, по-прежнему, пока. Да, открыты несколько центров, где можно сдать биометрию, и для этого совершенно не обязательно лететь на Внуату. Правильно, но куда-то лететь надо, то есть чисто, находясь там в Украине, в России, что делать не можешь. Чисто, да, это сделать невозможно, необходимо предпринять вот эту поездку. Но мы всегда ищем тот центр, который клиенту подходит по его локации. Елена, ну и давайте тогда перейдем вот все-таки вот к этим объектам, тем более вопрос от Светланы про юридический статус. Тут как раз хотелось бы как раз пояснить. Насколько я понимаю, вот эти объекты, которые переведены были из нежилого в жилой фонд, они должны... Можно ли купить объект, у которого еще нет статуса жилья, и податься на... пока он еще этот статус не получил? Вот что, зачем должно идти, чтобы было понятно? Да, мы можем купить объект, мы можем его оплатить. Будет только у нас по времени чуть-чуть ожидания именно перед подачей на ВНЖ. Вот нам нужен определенный документ, да, это лицензия, вот то, что мы перепрофилировали этот объект в жилой. Вот с ним мы уже подаемся на ВНЖ. Все оформить сделку мы уже можем. Что важно, здесь вот, да, вот вы сейчас открыли на презентации объект. Достаточно хорошие апартаменты, они идут в управление сразу, в хорошем районе расположены, минимальный порог входа. Там даже есть варианты и меньше 250 тысяч евро, если, например, вы хотите купить несколько апартаментов, это может быть как хорошее вложение именно инвестиции. И здесь, что немаловажно, это не так часто встречается, именно 5% гарантированного дохода, потому что зачастую это 3-4, вот 5% и все под ключ. Здесь у вас будут отличные апартаменты с мебелью, с хорошей отделкой и в хорошей локации. Вам ни о чем не нужно, это ваш пассивный доход. И объект уже сдается в декабре 2024 года. И можно поехать даже посмотреть, как это все выглядит наглядно. То есть никаких рисков у вас нет. Я еще хочу сказать, что, например, по покупке этого апартамента, не этого апартамента, а при покупке данного объекта в этом комплексе, мы можем предложить наше юридическое сопровождение до 1 декабря 2024 года для наших клиентов, кто к нам обратится, сопровождение по получению ВНЖ будет бесплатным. Я уточню просто... Подарок, скажем так. Уточнить хочу все-таки тогда у вас. Вот еще раз. Есть объект. Он когда-то был там, не знаю, бизнес-центром. Его начинают переводить в жилой статус. Можно ли по ходу реконструкции уже понять, что он гарантированно будет жилым? Не получится ли такая ситуация, что я что-то купил, а потом сказали, не, ребят, под жилье он по каким-то причинам не подходит, и все. Я, то есть, как бы остаюсь с замечательными 20 квадратными метрами в Пирее, которые не жилье. Вот по поводу... Когда я понимаю, что объект переведен, и его можно купить под? Когда будет уже на руках у... Смотрите, мы можем сейчас покупать гарантии, да, они есть, потому что он должен быть соответствовать определенным критериям. При этих критериях уже подается на получение... Уже они поданы. Мы просто ожидаем получения в течение двух-трех недель. То есть некоторые объекты, они просто на стадии уже получения этого документа. Ну, это занимает как бюрократические вопросы несколько. То есть гарантии, ну, они практически, да, почти стопроцентные, что он получит. Ну, в конечном итоге, если что-то пойдет не так, значит, мы будем возвращать средства обратно по этому проекту. Вот и все. И такой же вопрос. Если, потому что мы покупаем... Я покупаю, объект находится на стадии, ну, вы сказали, там, ну, бумажная волокита, да, там идет одобрение. При этом, как объект недвижимости, как место, где ты физически можешь жить, он уже действует? Или это тоже, возможно, некое ожидание еще после сделки? То есть покупаю я уже готовое, где можно жить, или в данном случае не обязательно? Как правило, вот то, что мы пока предлагаем из вариантов из новостроя, как правило, там идет реконструкция. Это где-то просто уже снесенное здание, где-то какие-то возведены стены старые, где-то это идет реконструкция, где-то уже завершающая статья, то есть это в зависимости от проекта. Вот то, что вы сейчас первое открываете, там уже завершено через несколько месяцев, там можно будет, да, приехать и жить по необходимости. Другие проекты, например, в нашем каталоге, если мы посмотрим дальше, то здесь уже срок завершения 26-й год, и там еще только начальная стадия, то есть вы не увидите ни стен, ничего, то есть это только проект. Но ВНЖ я получаю уже, еще до того, пока он не построен. Да, совершенно верно, это позволяет вам, то есть это и раньше было возможно купить проект на стадии строительства, чтобы у вас было разрешение на это строительство. Вот это основной документ, который позволяет вам получить ВНЖ, наличие разрешения на строительство, если это объект стройка. И такой еще момент, я могу ошибаться, но, по-моему, ведь по новым правилам получения ВНЖ на золотой визы в Греции, если сейчас мы не говорим про реконструкцию, ты можешь купить только один объект, или в обычной ситуации, там за 400 или 800 плюс, только один. А здесь, как говорите, можно несколько. Да, скорее я здесь сказала про то, что это уже для инвестиций, если мы говорим, да, для ВНЖ, вы совершенно правильно. Только один. Здесь тоже только один, это важно, потому что, опять же, я могу сказать, очень по-разному, слава богу, вы сейчас эту всю историю разъяснили. Ну и вот смотрите, я вижу здесь несколько предложений, просто, опять же, для понимания, ой, скорее инвесторского. Можно ли сказать, что практически все эти объекты, это, ну, по крайней мере, то, что мы видим, это что-то очень малой площади, и вот это слово там сервисные апартаменты, то есть это, по сути, идеологически, это скорее все под сдачу. Это вряд ли будет какая-то такая, знаете, вау-квартира с каким-то зашибенным видом, просто, вот на этот счет, можно несколько слов уже скорее связанных с недвижимостью? Что это скорее за проект, если 50+. Да, я вам поясню, что это, как правило, вот мы смотрели за 250-250 квадратных метров, есть в проектах меньшая площадь, там, 34 квадратных метров, это зачастую как раз под ВНЖМ и продаем. Да, это сервисные апартаменты, кто-то в 50 квадратных метров или в 70 квадратных метрах жить вполне возможно, там, мы два, два бедрума, может быть, да, две спальни, то есть они уже будут там 260-270 тысяч, ну, в принципе, тоже нормально, в них можно жить. Есть и другие проекты, где там 34 квадрата, но это все под сдачу в основном, и 50-70 можно жить. Если же вы хотите, конечно, для себя просторную, с красивым видом, значит, мы будем говорить уже о других просто цифрах. За такую сумму вот в таких регионах мы покупаем именно такую площадь. Что еще хочу отметить, если мы говорим, вот чаще встречается, конечно, в Салониках и на Халкидиках, там уже проекты больше площади, там уже как-то выбирают больше для себя, для отдыха, для жизни, и там площадь общая, там, 120 квадратных метров, и можно было купить за 250 тысяч евро до изменения условий. Вот там как раз и близко до моря, и, ну, то есть другие цены, другое ценообразование, другой ценник на квадратный метр. Здесь, да, такая площадь, такие цены. Окей. Давайте, значит, еще несколько вопросов там от Игоря, я, пока сейчас мы ее тоже, безусловно, озвучим, и от Светланы вопрос, просто она именно по программе. Есть ли у вас портфель объекты, юридически уже переведенные в жилое помещение и готовы к проживанию? Да, мы можем рассмотреть, точнее, давайте так, которые уже переведены и готовы к проживанию, таких нет, то есть это новые условия программы, и это скорее, то есть перепрофилированные и только строящиеся готовы, то есть они под программой. Если же мы говорим просто про жилое помещение, то это надо смотреть тогда 120 квадратных метров, вторичку, и, соответственно, это будет 800 тысяч в регионе Атика и в Лизе, Афин и так далее. То есть мы можем рассмотреть, например, халкидики в размере 400 тысяч, то есть за 250 готовые перепрофилированные, их нет. Скажем так, коротко. А когда появятся? Появятся, когда эти проекты, которые сейчас в стадии завершения, да, да, начало года что-то будет завершено, они уже будут готовы, мы можем говорить, да, вот, готовы, пожалуйста. То есть проблема в том, что в большинстве этих проектов, да, видите, это уже маленькие проекты, да, буквально там на несколько квартир, вот, и, как правило, все, что подходит под ВНЖ, вот за эту сумму 250, раскупается еще на этапе строительства. Вот, поэтому здесь ожидать, что вот когда проект уже полностью будет готов, да, уже там можно будет жить, да, там уже, скорее всего, просто не останется каких-то готовых к реализации. Следующий вопрос. Есть ли вариант выйти на ПМЖ без постоянного проживания в Греции при условии сохранения в собственности объекта? Нет, такой возможности нет для того, что нет без ПМЖ. Да, необходимо проживать в Греции, необходимо проживать там более 183 дней. Выйти на ПМЖ без постоянного проживания, возможно, в Испании, в Португалии. Вот, там возможно, а в Греции, к сожалению, такой возможности нет. И вопрос, реально ли открыть банковский счет инвестору с золотой визой и паспортом Израиля и налоговым резидентом России? При наличии ВНЖ с альтернативным паспортом, да, такая возможность есть. Да, от Греции услугу мы можем оказать. Но вы должны понимать, что это все зависит от банка, от его комплайенс. Может быть, занять больше времени. То есть 100% сказать, что 100% вам откроют, мы никогда не можем сейчас в данной ситуации. Да, возможность есть, положительные результаты есть. Можем сказать, что скорее да. Окей. Давайте переходим к Испании. Здесь вроде как, с одной стороны, и программа-то вроде старая, уже известная и изученная вдоль поперек. Но буквально в двух словах давайте про нее напомним. Мы перейдем к главному испанскому вопросу. Вообще, что дальше-то будет с этой программой? Пожалуйста, да, я, собственно... Ну, давайте, ребята, давайте я немножко напомню нашим слушателям о программе «Золотой визы Испании». Самым популярным основанием для получения ВНЖ в Испании является приобретение недвижимости. Суммы здесь повыше. Необходимо вложить 500 тысяч евро и выше этой стоимости. Однако здесь нет таких ограничений, как, допустим, сейчас существует в Греции. Это может быть несколько объектов. Это может быть жилая недвижимость, может быть коммерческая недвижимость. Но это должны быть готовые объекты. Их можно сдавать в аренду, в них вообще можно не проживать. То есть там намного больше вариативность именно по подбору объектов для инвестирования. Ранее наши клиенты покупали, как правило, апартаменты, да, где-то в Барселоне или виллы. Сейчас интерес сместился в сторону коммерческой недвижимости. И несмотря на то, что были попытки определенных политических сил в стране эту программу закрыть, однако по нашей информации в парламенте это пока предложение не встретило горячей поддержки. То есть там идут дебаты, будет голосование. Но в целом страна, посмотрев на опыт Португалии, например, да, где при обретении объектов жилой недвижимости было исключено программа золотой визы, и это абсолютно не повлияло на стоимость квадратного метра жилья. Потому что изначально это достаточно популистские такие предложения, что вот мы сейчас всех иностранных инвесторов, да, вот с рынка уберем, а вы, португальцы, будете покупать недвижимость там по цене в два раза дешевле. На самом деле этого не произошло. Не так велико влияние этих программ на стоимость недвижимости в странах. Поэтому испанцы, проанализировав вот этот опыт, все-таки сейчас больше склоняются к тому, чтобы эту программу не замораживать. Однако, конечно, мы ни в чем не можем быть уверены. Еще раз повторюсь, что популистские такие, да, левое настроение достаточно сильны. Вот, и это может, конечно, качнуться историей в другую сторону, что недвижимость выведут за рамки получения, за рамки возможности, да, получить золотую испанскую визу. Но мы считаем, что до конца года у наших клиентов точно есть такая возможность. Насколько, значит, вот здесь в чем процесс, где он начинается, где он заканчивается? Тоже достаточно быстро получается вид на жительство. Здесь, опять же, нет необходимости подаваться на визу Д, для того, чтобы подать документы на получение уже карточки. Более того, весь процесс можно провести, находясь непосредственно в Испании. И поскольку мы тоже подаем эти документы, стараемся подавать не в крупных городах, а у нас есть возможность подавать эти документы в таких менее крупных региональных центрах, вот, то мы тоже очень быстро получаем эти карточки и тоже в течение двух-трех месяцев после проведения сделки наши клиенты становятся обладателями заветной золотой визы. Вот, одна действительно, вот после Греции, это, наверное, конечно, сейчас самая востребованная программа. Как вы верно заметили, программа откатана уже годами, да, все документарные процессы выстроены, мы нашим клиентам предоставляем финансовую навигацию для перечисления денежных средств различные, есть ли эти варианты. Опять же, за два с половиной года мы существенно продвинулись в предоставлении этих услуг нашим клиентам именно по проведению платежей. Давайте пока, вот сейчас, ну, Елена, думаю, должна к нам присоединиться, надеюсь, получится у нее камеру и микрофончик подключить. Вот вопрос, такая реплика была от Игоря, что не озвучиваются моменты комиссии юристов, компаний, налоги и сборы, которые довольно значительные. Ну, собственно, никто не отрицал, что да, очень, во всех случаях, да, дополнительные суммы, они есть. В случае, там, допустим, с той же Грецией, с Испанией, как бы вы их описали? Я не уверен, готовлю назвать все цифры, все расходы, но тем не менее. Да, смотрите, на самом деле, если вы говорите про юридические услуги, да, про чистые юридические условия за оформлением вида на жительство, да, они, на самом деле, не такие высокие, они там колеблются от 5 до 10 тысяч евро, в зависимости от состава семьи. Если говорить про Испанию, то да, там значительно существенный налог именно на переход права собственности. И с этим мы, к сожалению, ничего не можем поделать, да, этот налог идет не нам. И испанские и греческие юристы также берут деньги за нотариальное проведение сделки, да, это, безусловно, тоже идет не нам. В каждом случае, в зависимости от объекта, мы рассчитываем эту стоимость для наших клиентов, в зависимости от объекта, страны, состава его семьи. Вот, и мы сразу озвучиваем полностью всю сумму, которую клиент должен будет заплатить. У нас такого не бывает, что через там 3-4 месяца после начала процесса у нас возникают какие-то дополнительные для клиента расходы. Окей, хорошо. Давайте тогда, Елена к нам присоединится, я думаю, в ближайшее время, и мы про Испанию, если какие-то реплики еще будут с ее стороны, мы с удовольствием продолжим. Попробуем тогда уже переходить к нашей четвертой программе. Это самая ненедвижимостная программа. Да, вот несколько слов об этом, потому что вот в самом начале вы сказали, что, например, как раз Португалия сейчас опять возвращается и становится трендом. Как, почему? Давайте сейчас я включу соответствующие слова, пожалуйста. Португалия, да, смотрите, программа получения золотой визы в Португалии была в последние 5 лет, наверное, самой популярной программой, низкий порог входа 280 тысяч. Опять-таки, да, там были ограничения на то, какую недвижимость их можно инвестировать, но на рынке были прям продукты, куда можно было инвестировать, понимать, как выходить из этой инвестиции, какую доходность получается этой инвестиции. В чем там возник потом основной вопрос, что иммиграционные органы в Португалии вошли в процесс некой реновации, и этот процесс затянулся реорганизацией скорее. Вот, этот процесс затянулся на несколько лет, да, поэтому, если мы говорим о европейской бюрократии, то это, бывает, видите, случаи очень неприятные, и многие клиенты находились в ожидании своих карточек видов на жительство в течение там двух-трех лет. Однако сейчас ситуация стала стремительно улучшаться. Наши партнеры, юридическая крупная компания в Португалии, все-таки настояла на том, чтобы государственный миграционный орган стал использовать услуги внешних привлеченных юристов для рассмотрения кейсов по одобрению документов на золотые визы. И процесс пошел намного быстрее. То есть наши клиенты, которые подавались два-три года назад, сейчас стали, наконец, получать карточки резидентские. Вот уже у нас там люди летят, да, люди получают эти карточки. И лед тронулся. И причем, опять-таки, я хочу сказать, что лед тронулся для всего мира. Многие считают, что эти задержки, они были только для русских заявителей. Это не так. Эти задержки были для заявителей со всего мира. Американцы, китайцы, русские, аравы все оказались абсолютно в одинаковой ситуации. Поэтому сейчас ВНЖ Португалии, опять-таки, которая не имеет ограничения по национальному признаку, она также принимает документы от граждан России и Республики Беларусь. И несмотря на то, что теперь это инвестиции, возможно, только в фонды, причем в фонды, которые не связаны напрямую с инвестициями в недвижимость, эта программа, вот она сейчас по популярности подтягивается к Испании. Если мы сравним, скажем, испанскую, португальскую, греческую программы, какая из них наиболее, скажем так, капризная к заявителям? Вы сказали, что греки, ну, наверное, сказали, что греки, ну, практически не проверяют, но, правда, они не проверяют, можно сказать, не граждан России, они проверяют граждан других стран, в Ануату, Кыргызстан. Это второй вопрос. Ну, то есть, с каким паспортом ты туда приходишь? Ну, знаете, главное, чтобы этот паспорт был. Главное, чтобы... Испанцы, португальцы принимают документы у русиян без требований альтернативного гражданства, но Португалия, чем выгодно отличается от Испании, от Греции, что в Португалии получение паспорта абсолютно является реальной историей, реальной и легальной историей без требований постоянного проживания в стране. После того, как вы пять лет являетесь обладателем золотой визы, через пять лет вы можете собрать пакет документов и подать документы. Вообще-то все это делается онлайн, но, безусловно, пакет документов готовится юристами, но все это делается онлайн. Сроки ожидания сейчас порядка двух лет. Но, опять же, повторюсь, нет никаких ограничений по национальному признаку, по признаку гражданства. Если вы выполнили условия страны о том, что вы в течение пяти лет являетесь обладателем золотой визы, то вы можете подать документы на гражданство. Давайте немножечко к Испании все-таки тогда вернемся. То, что вы хотели нам рассказать, и то, что мы говорили еще до вебинара, по тем возможностям, по тем проектам, по тем объектам и по тем регионам, на которые вы бы хотели сделать акцент. Буквально несколько слов, и потом уже обратно перескочим к Португалии. Да, хорошо. По Испании хочу сказать важные, сильные стороны, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, Испания как была, так и есть. Она работает, не закрывалась, спокойно работает и так далее. Перспективы ее закрытия, не знаю, вы обсудили с Ольгой или нет, но хочу отметить, что это только обсуждается вопрос с правительством, парламентом, закроют или нет. До конца года у нас точно есть время. Дальше будет понятно, когда они хотя бы примут решение о закрытии, поставят именно срок. Сейчас пока работаем, но советуем по терапевтию. Стабильная программа выдает 100% у нас одобрения. По срокам достаточно быстро. Простые инвестиции, это классические, коммерческая или жилая недвижимость. Хотите для себя, хотите для получения пассивного дохода. И что сейчас из важного, что мы делаем, это зачастую есть запрос под покупку недвижимости в Испании именно за рубли. Есть возможность купить за рубли. Как это сделать? Соответственно, у нас есть пул объектов, которые продаются граждане России или те, кто готов принять оплату в рублях. И есть желающие пассивы, которые ее купят. Это достаточно простой процесс, мы его сопровождаем полностью. И он абсолютно легальный. То есть вы, как гражданин России, вообще, в принципе, с гражданином России за зарубежную недвижимость производите расчет в рублях, не в иностранной валюте. Это на законодательном уровне закреплено. И достаточно быстро, просто, и в ИНЖ мы получаем где-то в пределах двух месяцев. Там же все равно, значит, вот тогда такой момент, как нужно, как, вернее, проводиться, как проводить эту сделку с учетом того, что оплата в рублях, курс сейчас, условно говоря, скачет. Ты же все равно должен испанским властям подтвердить, показать, что сделка была совершена на сумму 500 тысяч плюс. Конечно, мы это прописываем все в договоре купли-продажи, что здесь на русском языке, что в испанском договоре купли-продажи. И фиксируем курс на день покупки, либо по договоренности с продавцом и покупателем. Всегда можно договориться, либо фиксируем ЦБ или ЦБ плюс на день покупки. Потому что все правила мы делаем, если не обговорено что-то другое, мы делаем это день в день. И расчет, и подписание договора у нотариуса. Я просто, кстати, хочу тоже обратить внимание на вашу презентацию. Здесь как раз про налоги речь идет. И это справедливо в продолжении креплики, которую наш зритель сделал. Игорь, очень метко, что надо учитывать, конечно, еще и дополнительные расходы. Но я думаю, что вы просто традиционно все желающие, которые хотят всю эту информацию получить, просто с Ольгой и Селеной могут связаться, и эту презентацию тоже эксперты вышлют. Соответственно, все дополнительные расходы, ну не все, но, по крайней мере, некоторая часть, значительная часть здесь указана. Далее, пожалуйста. Рассчитывайте на дополнительные расходы, в частности, это зависит, конечно, от региона покупки. Но в целом это где-то порядка 10-12% плюс. Плюс налог на переход права собственности обязательно, либо, ну и НДС, но НДС это для новостроек, но под ВНЖ они на новостройке не подходят, это важный момент. Вот, и плюс гербовый сбор, плюс услуги нотариуса. Ну, в принципе, вот это все выходит где-то порядка 12%. Окей, ну и давайте тогда перейдем еще раз к Португалии, собственно, мы с Ольгой тоже уже начали про Португалию говорить. Программа, которая уже не связана непосредственно с покупкой недвижимости, но, как я понимаю, какую-то недвижимость все равно либо в собственности, либо в аренде иметь надо, это же не обязательно требование, или это уже не так? Нет, это не нужно, если мы говорим про Португалию, у вас основное условие это инвестирование. Мы говорим о том, что программа за инвестиции недвижимости у нас закрыта, и сейчас доступны только инвестиции фонда. Есть еще, конечно, опция инвестирования в объекты культурного наследия, она подразумевает 250 тысяч евро инвестиций. Если мы к этой опции как-то подойдем, то по факту этих объектов и нет, то есть нам просто нет, куда инвестировать, и сейчас их пока нет. Может быть, они появятся в дальнейшем, но нужно учитывать, что это невозвратная опция. Вы 250 тысяч заплатили, ВНЖ получили и больше никогда их не увидите. Но, а вот как раз история с фондами, 500 тысяч евро порог входа, она как раз-таки и приносит вам доход. Он не гарантированный, он будет фактически, но фонды португальские работают хорошо. Мы это уже видели, это не сейчас только заработала программа, она была доступна и ранее, просто порог входа был 350 тысяч евро. И я знаю, что у меня есть друзья, которые туда инвестировали. Я могу не только на наших клиентах смотреть, как хорошо растут доходность, и в принципе именно себестоимость этих паев хорошая, показывает результаты стабильнее. И это будет приносить вам доход, ориентируемся мы на 6-8%, где-то может быть и больше фонд дает, но ориентируемся на 6-8% фактического дохода. Важно знать, что это будет менеджмент физ за управление, управляющая компания берет это от 1 до 2% ежегодно из этого дохода. И плюс еще сабскрипт, и за вход в фонд это тоже где-то от 1 до 2% в зависимости от фонда. И что важно знать, что по законодательству портубальскому все инвесторы, то есть сначала, когда вы выходите из фонда, а как правило жизнь фонда 5-7, уже 10 лет занимает, ну это рассчитано под программу получения ПМЖ и гражданства, и при выходе из фонда, в первую очередь прибыль фонда, она распределяется на возврат инвестиций всем инвесторам, и дальше уже распределяется прибыль, и вы еще при выходе из фонда получаете прибыль между инвесторами. Как правило, она делится 30% идет управляющей компанией, 70% пойдет инвестор. Окей, ну смотрите, я еще позволю занять немножечко ваше время и времени наших зрителей, давайте вот по этим четырем программам быстренько пробежимся, вот такой совершеннейший блиц, чтобы было понятно, самая безотказная программа из этих четырех какая, то есть где меньше всего проблем по ходу, какую бы вы назвали? Филипп, можно я добавлю, не знаю, сколько вы обсудили или нет, а у нас еще важный момент, в частности португальский фонд. Все знают политическую историю инвестирования в фонды через открытие счета в Португаль, но мы знаем, что для граждан РФ это может быть долго, сложно и не всегда предсказуемый результат. Мы уже тоже с этим ставим, поэтому у нас есть портфолио фондов, их не так много, но они с хорошими показателями, куда мы можем инвестировать либо через трассовый счет, либо напрямую прямо в фонд, потому что у фонда есть декларация МАЭ, которая позволяет именно уже напрямую инвестировать и с этой декларацией подаваться на ВНЗ. Это очень важный момент. Да, это важно, действительно. Упрощает нам инвестицию. И хочу тоже дополнить, что не скрою, что программу в Португале одна из моих любимых, и в 21-м году она была на пике популярности, в 22-м году тоже. И когда они начали задерживать выдачу ВНЖ, конечно, спрос спал, и, конечно, все немножко притормозили с этим. Но сейчас мы видим перспективы, потому что заработала миграционная служба достаточно хорошо, мы регулярно. Мы обсудили, мы обсудили, да. Как раз говорили об этом, эта новость такая была, причем мы так, честно скажу, я по-журналистски воспринял ее скептически, потому что, знаете, открывалось много, но как бы, а потом, вроде говорят, да, действительно, что-то они начали делать, что приятно. Поэтому, поэтому сейчас мы снова к ней возвращаемся и уже можем рекомендовать. И, действительно, я думаю, что она вернет и займет свои позиции, как и раньше. Окей. Давайте, да, вернемся к тому блицу, с которого я там пару минут назад начал. Все-таки, самая простая, вот самая безотказная из этих четырех, на ваш взгляд, какая? Я вам так скажу, что, ну, в Венгрию пока сбросим из трех. Из трех у нас по всем стопроцентное одобрение, поэтому отказов у нас нет. Самая простая, наверное, это Греция, но она требует второй граждан. Поэтому... Ну, то есть, если есть второй паспорт, то проще... Да, в Венгрию. Да, в Венгрию. Хорошо. Документов, минимум трудозатрат очень быстро, потому что в Испании, например, нужно приехать три раза, да, на подачу, на дачу биометрии и на получение карт БНЖ лично. Это тоже кого-то может вызвать. Да. Да. Если мы говорим о сроках, при этом рассмотрим вариант, когда никаких вторых паспортов у человека нет, а все, что есть, это, условно говоря, ну, какие-то, допустим, счет где-то за пределами. Если мы говорим про россиянина, то за пределами России, вообще, еще не только в своей стране. Самый быстрый, вот, по времени, от момента подбора и покупки недвижимости, ну, или ненедвижимости, как в случае с Португалией, до момента получения ВНЖ, самый короткий срок. Если без второго паспорта, то, конечно, Испания. Вот, само одобрение мы можем, так самое быстрое, за 10 дней мы получали. Соответственно, вы приезжаете на биометрию, сдаете, ну, еще 30 дней, там, даже меньше, 14 дней можно получить уже карточки. В целом, при желании, при хорошей работе миграционных вуз за месяц можно получить это уже после оформления недвижимости. А само оформление недвижимости, если вы долго выбирать не будете, и мы все быстро проведем, ну, в пределах месяца можем успеть. Окей. Еще такой момент мы с вами, ну, обсуждали, ну, с вами, с вашими коллегами, в свое время, правда, это относилось к Кипру. Там была такая интересная мысль, которая, в общем, абсолютно верная, насколько я могу судить, что вот получить, купить недвижимость гораздо сложнее, чем потом получить, ну, в случае Кипра постоянный вид на жительство, а здесь ВНЖ. Потому что, вот, собственно, самые жесткие проверки и так далее и тому подобное, они как раз вот на первой стадии. Вот если мы говорим про те страны, о которых речь идет сегодня, вот, ты должен купить, потом получить, ну, иммиграционный статус. Можно ли и тут сказать, что вот купить-то сложнее, а вот потом все проще? Или это не так? То есть отметить, что на Кипре сейчас действительно сложный комплайнс, строгий, это мы наблюдаем, это факт. Что касается направления, которое мы сегодня обсудили, комплайнс есть, да, подтверждение происхождения денежных средств. В Испании, Португалии он есть, но он вполне себе адекватный, быстрый и простой. Мы правильно формируем пакет документов, поэтому сложностей мы сейчас не видели, не могу сказать. Проще, чем на Кипре однозначно? Как ни странно, да. Да. Окей. Ну, и тогда в самом конце то, о чем мы все-таки анонсировали в начале, я попрошу буквально несколько слов. Понятное дело, там в три минуты мы все не уместим, но, по крайней мере, хоть некие магистральные линии наметим. Помимо программ «Золотая виза», то есть программ инвестиционных, есть другие европейские программы, с которыми вы работаете. Финансовые независимости, цифровые кочевники. Что еще, куда еще сейчас можно смотреть тем, кто хочет связать свое будущее с Европой или иметь там, в общем, какую-то связь? Что это такое? Пожалуйста. Ольга, я добавлю. Ну, давай, да, я начну по поводу ВНЖ на основании финансовой независимости. Это программа, которая у нас пользуется стабильным спросом в последние два с половиной года. Это такие страны, как Франция и Италия. Во Франции эта программа, если подаваться из России, работает для тех, у кого есть недвижимость во Франции. Если нет недвижимости во Франции, то можно подавать через получение карточки резиденции в Объединенных Арабских Эмиратах в ВФС офисе в Абу-Даби. Работает, говорю, на удивление, очень эффективно, очень быстро. У нас получают, я говорю, у нас уже, так, мы имеем международный опыт, и у нас работают не только с россиянами. Вот недавно у нас гражданин Нигерия, например, получил французский вид на жизнь на основании финансовой независимости за два дня. А вот срок рассмотрения российских заявок тоже два-три рабочего дня. Требования очень простые, необходимо показать пассивный доход в размере 25 тысяч евро в год на каждого совершеннолетнего члена семьи, половинку на ребенка. Очень быстро оформляется, отказов у нас за наше время не было. По Италии там было немного сложнее, но сейчас опять начинают нормально принимать документы на финансовую независимость в Италии. Тоже пользуются популярностью, особенно у тех, у кого там недвижимость на протяжении уже многих лет. Это вот то, что касается ВНЖ на основании финансовой независимости, да. И Лена, наверное, про цифровых кочевников, потому что это Ленин Манюр. Да, я помню, то есть в Франции, в Италии там не так сильно обозначено строго проживание. Чуть погромче, если можно говорить, и капельку. Да, хочу добавить, что по ВНЖ в Франции и в ВНЖ Италии, который сказал Ольга, там не обозначено так строго нахождение в стране. Я обозначу, что по моим направлениям мы, естественно, занимаемся по ВНЖ для цифровых кочевников и по финансовой независимости, это в Испании. Такие же программы есть и в Португалии, мы это тоже делаем. Вообще цифровые кочевники в Испании достаточно привлекательны, они выдают сразу на три года ВНЖ. Достаточно простые требования у них и очень быстрая программа. То есть в течение двух месяцев, я думаю, мы спокойно можем получить. И важный момент, но они все подразумевают проживание более 183 дней в году. Но как вы это будете показывать, и как вы это будете проживать, или вы, может быть, не будете далее продлять после трех лет, это дело уже каждого. В программе так есть необходимость. И по Португалии тоже есть и для высококвалифицированных специалистов ПКС, и по открытию компаний, и по стартапу мы тоже это делаем. Но это программы с проживанием. Тоже они достаточно быстро, в течение полугода можно получить ВНЖ. Скажу еще, на самом деле, не такая программа ВНЖ в Финляндии. Она у нас не так давно в нашем портфеле, но и в принципе она не у всех на слуху. Хочу ее отметить. Почему? Потому что, наверное, есть стереотип, что сейчас, может быть, Финны не выдают русским. ВНЖ выдают и достаточно быстро. Можно получить для тех, кто работает удаленно, у кого есть СП, например, у кого есть доход не из России, а из Беларуси, можно получить за неделю рассмотрение ВНЖ в Финляндии уже на год. И там, конечно, они подразумевают тоже проживание. Но если есть необходимость релокации в ближнюю, так скажем, Европу, то это хороший вариант. И здесь не нужно никуда ездить, весь процесс на территории России или в стране, где у вас есть ВНЖ, где вы проживаете. И все, подача, рассмотрение, подача от церковных файлов и получение карточек, все на территории этой страны, ехать никуда не нужно. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, как обычно, мы не уложились в час, но, я думаю, об этом никто из зрителей и не жалеет. По крайней мере, все успели. Прошу прощения же за небольшие технические сбои. И это неизбежно. Он у нас, наши сбои по сравнению с ютубовскими, это вообще ничто. Детский сад. Да, я с удовольствием представляю еще раз наших экспертов. Контакты их на экране. Ольга Катрич, директор. О, смотрите, Франция, Италия. Куда должен поступать доход? Где должны находиться деньги? Как часто подтверждать поступление дохода? Возможен ли выход на ПМЖ? Ольга, прощение, прощание. Конечно, я отвечу, потому что на самом деле все достаточно просто. Не важно, куда поступает доход. Доход должен поступать обязательно на банковский счет. Это может быть банковский счет, даже открытый в Российской Федерации. Не важно, куда ваш доход поступает. Опять же, деньги могут находиться где угодно. Единственное, что для того, чтобы подать документы на Францию, на Италию, необходимо показать, что у вас есть счет, открытый за пределами Российской Федерации. Не важно, где. Важно, что он находится там, где вы, ну, в той стране, да, допустим, там, банковская карточка, которую вы можете пользоваться при осуществлении каких-то международных платежей. Подтверждать поступление дохода нужно один раз при подаче документов на получение вида на жительство. И да, выход на ПМЖ возможен и во Франции, и в Италии. Вопрос постоянного проживания, он не требуется постоянно проживать во Франции. Для того, чтобы подать документы на ПМЖ, необходимо сдать французский язык на А2. Есть нюансы по заполнению неких налоговых деклараций, но, опять же, не надо ни в коем случае этого пугаться. Ни во Франции, ни в Италии ваш базовый доход, который вы получаете за пределами этот стран, не подлежит налогообложению во Франции и в Италии. Не так страшно, на самом деле, сдавать налоговые декларации в этих странах, как это вот кажется, исходя из того, что написано, да, в нашем любимом интернете. Я вам точнее, вопрос Артема, один из них. Вот как часто подтверждать поступление дохода? В НЖ по финансовой независимости, он на какой срок выдается? А во Франции в НЖ по финансовой независимости выдается на один год, продлевается через год, но через год вы показываете просто остатки по вашим счетам. То есть требования к тому, что вы опять должны подтвердить, что у вас есть пассивный доход, такого требования нет, но вы должны показать остатки в пределах 25-30 тысяч евро на вашем зарубежном счете. Окей. Ну все. Артем, надеюсь, частично на вопрос ответили. Если не ответили, пожалуйста, вот контакты Елены и Ольги на экране у нас есть. Ольга Катрич, директор департамента международных проектов Intermark Global, и Елена Пенхасик, руководитель направления стран Евросоюза Intermark Global. Мы в этом году еще не раз встретимся с экспертами этой компании на наших вебинарах. Спасибо вам огромное. Спасибо, что были с нами на Прян в YouTube-канале. Наш этот вебинар будет выложен на этой неделе. Статья или в конце этой, или в начале следующей сейчас пишется очень долго. Спасибо вам, Ольга, Елена, и до скорых встреч. Спасибо, Ольга Катрич. Спасибо большое, спасибо. Всего доброго. До свидания.